Большой пожар на Крымском мосту. О нем сообщают российские СМИ и публикуют видео. На кадрах языки пламя и густой черный дым. По данным российского информагентства РИА Новости, на Крымском мосту горит цистерна с топливом. Предварительно загорелся один из вагонов товарного поезда, который шел из Тамани в Керчь. В районе 6 часов утра, не доезжая до арок моста, вагон загорелся. О причинах возгорания и пострадавших пока не сообщалось. Судоходные арки не повреждены, говорит советник оккупационной главы Крыма. Также сообщается, что движение по автомобильным и железнодорожным путям временно приостановлено. На месте работают экстренные службы. Есть ли какая-то дополнительная информация о ситуации на Крымском мосту? Мы спросим у нашей корреспондентки с юга, с Одесской области. Анастасия Кожушка к нам присоединяется. Настя, доброе утро. Расскажи, возможно, ты что-то знаешь, что это произошло сегодня утром на Крымском мосту. Возможно, ты владеешь больше информацией. Ну и о ситуации на юге, безусловно, какая там ситуация. Здравствуйте, коллеги. О том, что могло произойти на Крымском мосту, мы спросим у спикера Одесской военной администрации Сергея Брачука. Он сейчас рядом со мной. Сережа, что ты можешь рассказать, что тебе об этом известно? Доброе утро. Ну, во-первых, уже есть первая официальная информация, которую предоставляют коллаборанты, так называемое руководство временно оккупированного украинского Крыма. Они говорят о том, что загорелось цесерном стопливом. Наблюдаем за ситуацией, уточняем, смотрим, потому что прекрасно понимаем, что необходимо выполнять все законы Украины, которые касаются правил поведения, во-первых, правил техники, соблюдения техники безопасности на таких важных объектах. Ну и прекрасно понимаем, что после активной деоккупации Крыма такие объекты нам тоже пригодятся для того, чтобы восстанавливать страну, в том числе и восстанавливать временно оккупированный Крым. Поэтому нас, конечно, такая ситуация интересует. Отсматриваем и надеюсь, что получим уже более точные данные о том, что же там произошло. Скажи, можешь ли ты нам прокомментировать, какие сейчас успехи на Херсонском направлении, сколько населенных пунктов уже освобождено? Ну, я думаю, что сегодня эта цифра станет немножечко больше. И хотел бы сразу отметить, что есть продвижение наших войск, оно уверено, это самое главное. Наверное, не такое быстро, как кому-то хотелось, но прекрасно должны наши зрители в том числе понимать, что современная война, она не предполагает вот таких атак широким фронтом. И я хочу сказать, что те сегодня правила военного искусства, которые пишутся без сомнения на украинском языке, те моменты, которые сегодня показывают в оперативном искусстве наши генералы, наши офицеры, наши солдаты, они показывают, что продвижение будет и в дальнейшем, что территория временно оккупированной Херсонской области будет освобождена. И прекрасно понимаем, что это сегодня борьба, в том числе, прежде всего, и артиллерии. И нашим это прекрасно удается, потому что используется тактика уничтожения вражеской логистики, используется тактика уничтожения пунктов управления, это приносит свои результаты. И еще раз скажу, я уверен, что сегодня будут новые сообщения со знаком «плюс». Вот такие новости. Вчера около 11 часов ночи Одесскую и Николаевскую область была атакована дронами «Камикадзе», «Шахид-136». Что ты об этом можешь сказать? Ну, смотрите, для нас это уже не новость, к сожалению, потому что мы понимаем, что страна террористов, она продолжает тактику террора против Украины, против нашего мирного, я подчеркиваю, населения. Сегодня с активным использованием именно дронов «Камикадзе». Очередная волна, очередная атака, действительно, три дрона были уничтожены. Я знаю, что у наших военных сегодня отработаны, скажем так, новые алгоритмы уничтожения таких целей, и видим, что показатель очень хороший. Дрон, несмотря на свои вот эти негативные моменты, его в Одессе называют и балалайкой, и мопед, по-разному, потому что очень такой громкий звук издает, когда приближается к целям, является все-таки этот дрон довольно точным оружием. Он несет солидный боевой запас. Это боеприпас, я хочу напомнить, который используется именно для поражения цели. Но наши военные научились их сбивать. Более того, такая прекрасная новость. Мы помним, как наши военные приземлили прямо в море дрон «Махаджер», который после определенного ремонта уже стал в строй, и сегодня будет работать, уже работает, насколько мне известно, на вооруженные силы Украины, работает на Украину, выполняет те боевые задачи, прежде всего разведывательные, которые должен выполнять. Поэтому трудимся, работаем, но прекрасно понимаем. И пользуясь случаем, хочу напомнить, что вот эти атаки дронами, так же, как и ракетами, могут быть ежечасно, ежеминутно. Это не для страха, для понимания ситуации. Поэтому еще раз подчеркиваю, правила поведения во время воздушной тревоги. Это реалии сегодня военного времени, поэтому в них и живем. Скажи, вот мы замечаем, что все чаще российская армия атакует наши регионы уже не ракетами, а дронами. Как ты думаешь, с чем это связано? Ну, можно предположить, что ракет стало меньше на порядок. Плюс российским оккупантам не удалось достичь того эффекта, как они предполагали, что... Ну, во-первых, самое главное, запугать население. Это же понятно, да, чтобы вызвать определенные эмоции, реакции и противодействия внутри страны. Украине удалось сохранить и систему управления на высшем уровне, и систему управления на региональном уровне. Сегодня мы говорим о полностью контролируемой ситуации в нашем регионе, в нашей области, в соседних регионах. Ну, а то, что ракет меньше, это действительно правда. Поэтому пытаются заменить их именно вот этими дронами «Камикадзе». Опять-таки, эффекта достичь не удалось. Сколько этих боеприпасов сегодня у врага, трудно сказать. Была информация из закрытых источников, что как минимум четыре военно-транспортных самолета в свое время приземлялись в России, именно из Ирана, с этими дронами «Камикадзе». Почти сто уже использовано, насколько мне известно. Различные модификации. Ну, видите, наши сбивают. Процент попаданий очень высокий. Если в среднем по стране мы говорим о 60% и плюс, то я вот по моим подсчетам в Одесском регионе это цифра более 70% уничтожения. И расскажи, какая ситуация сейчас в Черном море? Сколько кораблей там находится? Какое количество, какой запас у них ракет? Ну, как правило, группировка Черноморского флота Российской Федерации первая. Она прижимается к берегу временно оккупированного Крыма, потому что в Украине есть средства огневого поражения. Таких целей и практика показала, что мы умеем это делать. Группировка от 10, там, 12, 15, по-разному бывает. На сегодня 12 кораблей. Из них 5 – это корабли-ракетоносители, именно калибров. Суммарный залп может составлять до 32 ракет. Снова-таки я говорю о том, что это предположительно, потому что калибры враг тоже израсходовал. Очень много у него есть, но пытается экономить в том числе. Спасибо, Сережа. Я напомню, это был спикер Одесской военной администрации Сергей Брачук. Мы с ним поговорили о ситуации в Одесской, Николаевской и Херсонских областях. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо тебе, Настя. Анастасия Кожушка, наш корреспондент, о ситуации в Одесской области и о ситуации на Крымском мосту. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok